СТРАСНАЯ СЕДМИЦА СТРАСНАЯ СЕДМИЦА По уставу должно прочитываться все Евангелие, то есть мы понимаем, что человек вообще был на службе почти сутками, слушал Слово Божие. Сейчас обычно Евангелие прочитывается за литургией прежде священных даров в течение всего поста, начиная со второй седмицы. Прочитывается вся псалтирь, поются удивительные и читаются по глубине тексты, читаются отдельные тексты, притч, которые возвращают человека к его личной, скажем так, эсхатологии, которые говорят о кончине мира, о суде, о том, как Господь будет судить каждого человека, но по отношению лично ко мне, как я буду там стоять на этом суде. Вот именно к этому возвращают нас чтения первых трех дней. Дальше в четверг совершается Тайная вечеря. Это день, когда, если ты христианин, ты должен быть со Христом на Тайной вечере. При любой возможности, если ты не прикован к постели болезнью, если ты не сидишь в тюрьме, «Отложи дела и иди в храм». Невозможно себе представить, что кто-то из апостолов не пришел на Тайную вечеря. И мне кажется, что человек, который пропускает причастие в этот день, он теряет очень много даров божьих. Вечером, в четверг, совершается утренняя Великой Пятницы, так называемая служба 12 Евангелий. В древнем христианском Иерусалиме во главе с Иерусалимским патриархом христиане города со своими священниками обходили места, на которых происходили события последних дней жизни Христа и читали там отрывки из Евангелия, пели молитвы, преклоняли колено и молились. В пятницу совершаются так называемые царские часы, потому что на них присутствовал император, на Руси царь, где также читаются страстные Евангелия. Литургии в этот день не служатся, и это очень важно, потому что литургия — это всегда пасхальное торжество. Как говорит в послании к Оринфинам апостол Павел, рассказывая о том явлении Христа, в котором Христос ему, небывшему на Тайной вечере, передал смысл. И то, как это все происходило, для того, чтобы он мог, рукополагая епископов и творя по местной церкви, для того, чтобы он мог научить их совершать Евхаристию. И вот апостол Павел говорит, что пока вы, передает слова Христа, когда вы совершаете это, вы возвещаете мою смерть. А в литургии Василия Великого он добавляет, так дерзновенно Василий Великий добавляет, «Мое воскресенье исповедуйте», потому что смерть Христова заканчивается его воскресеньем, она неразрывно с ним связана. Поэтому любая литургия — это всегда кусочек Пасхи. Даже Великим постом, даже на прежде священной литургии, священник, причастившись в алтаре, читает пасхальные тексты «Воскресенье Христа», увидевшего Пасху или священнейший Христе круглый год. Так вот, поскольку Бога-человек, Иисус Христос, по человечеству в пятницу был мертв, литургии в этот день невозможны. Это день скорби, молчания, тишины и молитвенного созерцания. В пятницу обычно днем совершается вечерняя, уже относящаяся к Великой Субботе, с изнесением святой плащаницы, такой специальной иконой, которая изображает мертвое тело Христова. В пятницу вечером совершается утренняя Великой Суббота, которая обычно называется чином погребения плащаницы. Мне кажется, это очень удачное название, потому что тот крестный ход, который заканчивает эту службу, — это погружение в сошествие Христа в ад. А совсем не символическое шествие мироносец Никодима и Иосифа к гробу Христову. Это как раз было днем на вечерне. Читаются первые, после возвращения плащаницы в храм, читаются пасхальные тексты о воскресении, например, пророчество из Икииля, о воскресении Израиля, когда перед ним собираются по его повелению кости, слагаются вместе снова суставы, обрепляются плотью и жилами, и в них входит дух и оживает весь Израиль. Такое удивительное видение из Икииля. А затем читается отрывок из апостольского послания, а после на Аллилуарии возглашаются пасхальные стихи уже «Довоскреснет Бог и расточатся в Розингу», «Добежат от лица его, ненавидящие его». Причем в старой традиции дореволюционной сохранившиеся записи показывают, что их пели уже пасхальным распевом. Пел их один, стоящий посреди храма, чтец, но это была уже поднимающаяся заря воскресения. В субботу с утра служатся литургии Василия Великого, где читается 16 больших отрывков из Ветхого Завета, так или иначе пророчествующих о воскресении Христовом, с очень глубоким смыслом. Хорошо бы их заранее распечатать, к ним приготовиться. Это длинное чтение. В это время в Древней Церкви проходило крещение тех, кто в течение года или полугода, но по крайней мере поста точно, был оглашенным, просвещенным и готовился принять крещение. И вот после этого чтения в белых ризах они возвращались, они приходили в храм и вместе со всеми верными участвовали в их христии. И вот эта традиция белых одежд, она сохранилась после этих чтений в алтаре, священнослужители переодеваются в белые одежды. Затем происходит то, что знают абсолютно все после службы, освящаются куличи, пасхи и яйца. На самом деле, конечно, это должно по уставу совершаться уже после пасхальной службы. И это имеет очень малое и косвенное отношение к радости Пасхи. Но даже если хотя бы так человек приходит в храм, и то хорошо, но надо ему сказать, что все-таки надо прийти хотя бы на ночную пасхальную службу, которая везде начинается в 12 часов ночи крестным ходом, чтобы хотя бы немножко-немножко прикоснуться к той великой радости и благодати, которую мы ждем в течение всего года, когда постепенно живем и идем от одной пасхальной службы к другой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok